Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобные видео впервые, я живу в Турции, перевожу на русский язык новости, то, что у нас здесь происходит в стране. Я не являюсь журналистом профессиональным, это мой личный блог, ничего больше. В инфобоксе под видео я оставляю ссылку, подписывайтесь обязательно, телеграм-канал самых свежих и новых новостей из Турции. Чем данная неделя у нас охарактеризовалась? Что было новое? Вообще удар во всех новостях, в СМИ государственных, в интернете, естественно, о чем люди с удачей в стране, что обсуждают. Это экономика финансы и это лесные пожары и жара, которые вообще уже вторую неделю находится вся страна. Страдают абсолютно все. Из-за высокой температуры, вообще температура сейчас в Турции этой неделе самые рекордные. Рекорды просто себя бьют. В Измире вообще зафиксирован рекорд за последние 80 с лишним лет. Самый высокий градус был достигнут. Ну и вообще по стране это самые высокие температуры порядка последних 30 лет. То есть 30 лет не было такой большой жары активной. Ну, к счастью, если так можно назвать, в пятницу в Стамбуле прошел прекрасный ливень. До того дошло, что, да, естественно, больше муниципалитета, внимания государственного направлено на крупные города Анкару и Стамбул. Но даже несмотря на это, в Бейкос, в районе, в азиатской стороне Стамбула, был пожар. Там очень большая лесная зона. Даже в черте города, рядом с Босфорским мостом, там туристы снимали видео этого момента. Даже там, в черте города, не смогли предотвратить пожары возгорания. Когда были два года назад огромные, ужасные пожары в Мармарисе, выгорели большие территории, пострадали животные, естественно. И даже районы выгорели с домами людей, отели сгорели. Больше всего, конечно, людей судачили о том, что вот, это сделано специально, заповедные зоны выгорают, чтобы потом строить отели. Хочу отметить, что прошло два года, нигде никаких отелей еще не построили, а Турция строится очень быстро, если бы это было для этого. Какие-то сподвижки на этих территориях бы уже проходили. Земля стоит нетронутая. И также ничего нигде на сгоревших территориях Мармарисе не облагородили, не высадили. Муниципалитет этим особо не занялся. Реконструкции какие-то были, но если мы берем массовые вот эти пожары, все объемы, восстановлений как таковых не было. То есть эта теория, заговор вселенский о том, что это для бизнеса выгорает, не подтвердился. Мы видим это по практике. В крупных городах возгорания вообще по всей стране были. Вот Стамбул пожарился, пожалуйста, Чешмейзмир, Кемер горел. Вот огонь в Кемере вообще был 4 с лишним дня, его не могли взять под контроль. То есть он все больше забирал территории, скажем так, отхапывал себе лесных территорий. Подошел уже просто вплотную к отелям с людьми, к туристам. И только на 4-й, на 5-й день взяли пожары под контроль. То есть его не до конца потушили, а взяли под контроль. Его потушивают по краям, не позволяя продвигаться дальше. Но еще до сих пор там что-то тлеет. И как бы ужас того, что еще может дальше разгореться. Вот эта опасность, она все равно еще остается. В ВОЗ была зарегистрирована самая высокая температура воды. Море нагрелось до 28 практически градусов. Температура воды за последние годы самая высокая. Вообще за историю наблюдений. Вообще я могу отметить, что в СМИ, в социальных сетях эту историю, конечно же, используют. Потому что у нас все продолжает дорожать и трещит экономика. И вот эта история катаклизмы природные, они очень в тему сейчас переклютят общественное внимание. Потому что это страшно, это опасно. Люди переживают, боятся. И в этот момент это инстинкт самосохранения. Проще переключить внимание людей на это. Наш мозг будет выбирать, естественно, страхи. Нежели думать рационально, логично. Задавать какие-то вопросы. Что, почему, откуда. Как так произошло. А почему не были готовы к пожарам и так далее. Потому что история пожаров, она год от года вообще, леса горят. Не предпринимаются каких-то, ну, таких радикальных действий, да, чтобы это предотвращать. Система такая же остается. Несмотря на трудные отношения, взаимоотношения политические России и Турции, МЧС России прилетели несколько бортов и помогают, и помогают продолжать тушить. Пожары вот в Кемере они, например, боряли под контроль. Несмотря на тяжелые условия пожаротушения, в любом случае, они остаются в Турции, продолжают тушить, продолжают свою работу, помощи. Про зерновую сделку геополитику, если берем, насколько сейчас известно, что Путин не отвечает Эрдогану на запросы МИДа на созвоны общения, договор какой-то, игнорируют его. Посмотрим, что будет в этом плане дальше. Но по геополитике эту неделю президент у нас путешествовал, продолжил свое путешествие по арабским странам, подписывал различные контракты, договоры и так далее. В общем, налаживал взаимоотношения. Про Европу, про Евросоюз, в СМИ вот эти дни вообще тишина. Плюс еще вот эти, знаете, назовем так, буйства с Кораном, которые в Европе происходят, периодически провокации по сжиганию Корана. Вообще, кстати, дали шесть месяцев заключения журналистки из Ирана, которая попыталась препятствовать сожжению Корана. Ей дали шесть месяцев заключения по статье о нарушении свободы права человека. То есть конкретные прямые провокации идут мусульман. Они всегда к этому очень, скажем так, резко относятся, реагируют. Но тем не менее, эти провокации никак не ужесточили отношения, и ничего не испортили, все остается как было. То есть видно вот это направление его. Если вы спрашиваете людей в Турции, реагируют ли они, да, конечно, в соцсетях это очень крайне негативный характер, имеют комментарии негативные, в Твиттере вот эти всякие посты, вот этих новостей про жирогание Корана. Конечно, что касается людей верующих, но даже если люди не верующие, но в принципе это прямые провокации. Если люди даже не увлечены как-то экстра религией, все равно, конечно же, никто это не одобряет. Но честно скажу, это бы не одобрялось, если были какие-то книги, назовем так, религиозные, каких-либо других конфессий. Это в принципе как бы не окей, не нормальная эта история, что происходит прямая провокация. К экономике у нас опять подорожал бензин на 2 турецких лиры. Сейчас в среднем литр бензина 38 турецких лир стоит. В Анкаре буквально на днях был задержан мужчина, который, коль на выдумку хитра, додумался. Дома он распечатывал на принтере 50-ти лировые купюры, разрезал пополам настоящие купюры, которые он распечатал на принтере, он их склеивал между собой. Получилась половинка денежки настоящая, оригинальная половина напечатанная просто. В банкоматах обычных он их обналичивал. Он вот этой оригинальной стороной запихивал денежки в банкоприемник, банкнот. Банкомат первую половину денежки считывает как настоящую, принимает ее за настоящую. И потом тут же мужчина клал их себе на счет и в другом банкомате снимал уже 200, например, лировые купюры, которые настоящие, которые были раньше загружены в банкомат, то есть уже оригинальные. То есть таким образом он как бы пополнял своим бюджетом. Его, конечно же, задержали, грозит ему наказание. Ну и, конечно же, из-за падения валюты национальной, инфляции, у нас подорожает даже вход в музеи. Для иностранцев, у которых нет вида на жительство, просто турист реальный, никаких документов в Турции, для них резко подорожает вход в музеи в два раза от стоимости, которая была. У кого вид на жительство, если их это не касается, то на кассе предоставляйте вид на жительство, говорите, какой вам билет нужен, цена будет дешевле. Вот эта градация цен, она была всегда, то есть просто люди иностранцы, вид на жительство чуть-чуть дороже, чуть-чуть дешевле, точнее, и самый дешевый билет – это у гражданин иностранных. Но сейчас я хочу сказать, что в крупные музеи в Стамбуле билеты вообще, в принципе, были очень недешевые. Стамбульская карта музейная, она тоже была очень недешевая, и сейчас все это еще подорожает в два раза. То есть для туристов это не очень, скажем так, приятный момент. Также было заявление, если мы говорим о геополитике, президент официально заявил о том, что как по мере стабилизации атмосферы в Сирии, безопасности граждан, мы с удовольствием Турции отправим количество иммигрантов, которые здесь сирийцы, обратно к себе домой, так как там будет более спокойно. В общем, мы настроены на стабилизацию в Сирии, чтобы люди хотели домой к себе возвращаться. Ожидается цифра где-то около 1 миллиона беженцев, которые вернутся домой. То есть отток на 1 миллион сирийцев из Турции. На данный момент вернулось около 600 тысяч сирийцев к себе домой. То есть их уже отправили. А теперь я напомню предвыборные лозунги, кто нам это обещал перед выборами, демократы, которые люди, когда это все слышали, про эту политику, про эмигрантскую, это очень большая была карта, разыгрывалась эта большая карта в предвыборной гонке, на этой карте предвыборной. И мы видим, что косплей этот продолжается дальше. Это были вообще обещания абсолютно противоположного лагеря. Из таких новостей русскоязычных, диаспора украинская в Алане, в Анталии, они топились отмены концерта певицы Ани Лорак. Как это вообще произошло? Она должна была выступить в одном из отелей. То есть отели вообще турецкие очень часто приглашают, кстати, не только таких из СНГ стран знаменитостей всемирных. Господи, очень много различных. Там Кристина Агилера недавно выступала, Бионси прилетает. В общем, их, короче, всемирные знаменитости с большими гонорарами. Их приглашают выступать в отелях. И многие фанаты, если так можно выразиться, этих знаменитостей, это в люксовых дорогих отелях, обычно Рикс такое любит делать, они покупают туры, в один момент отдохнуть и посетить, например, концерт можно. В общем, в одном из таких отелей должна была выступать Ани Лорак. Ее концерт, скажем так, забанили. Были жалобы от жителей, кто из украинской диаспоры живет в Анталии, в Алане. Решение директорского холдинга, кто занимается организацией гастролей и вот этих отелей сети, они пришли к выводу, они прислушались к людям и, как бы правильно сказать, расторгли этот контракт. И выступление ее по факту не состоялось. Город такой у нас есть в Турции, Зангулдак. И там мужчина, он водитель, ну, вот зовут и директор, и водитель маршрутки, частной маршрутки. И он у себя повесил такой плакат, это очень обсуждалось в социальных сетях турецких. На плакате было написано, я запрещаю говорить в своем автобусе о политике и футболе, потому что я не хочу руганий скандалов, то есть уважайте друг друга. Такие темы, пожалуйста, не поднимайте. В моем маршрутном такси, в моем автобусе запрещено поднимать темы спорта и политики. И в Турции наконец-то появится первая авиакомпания Low Coaster, это Turkish Airlines наш национальный, они выделили сегмент такой и средства. Появится Low Coaster, пока что по внутренним рейсам, перевозкам, потом посмотрим, может быть и заграничные они будут работать, пока что про это информации такой нет, но как минимум это первая вообще новость об этом. До этого Low Coaster никогда такого супер-мегабюджетного варианта перелетов не было. Естественно, это связано с экономикой. Помните, я вам раньше в других новостях говорила о миграции из Турции турок. Туркстат, официальное статистическое агентство в стране, оно выкрузило статистику, что отток населения турецкого из Турции в 2022 году превысил 62% от предыдущих показателей, которые были ранее в 2021 году. И большинство людей, эмигрирующих, это возрастная группа 25-69 лет. Туркстат, это официальный статистический центр Турции, государственный, чьи, по сути, только данную информацию можно официально распространять, не частная контора. Они выгрузили статистику, что в прошлом году, в 2022, вид на жительство иностранцы вообще всей массе получили 408 тысяч человек получили вид на жительство первичное. Неважно, какой категории, туристические, семейные и так далее, это первые выданные вид на жительство. Из них 25% это россияне. Это 99 тысяч в среднем, такие приблизительные цифры даются. То есть, можете увидеть, что наглядно количество приехавших учитывая, сколько много было отказов, и я думаю, что поток эмигрантов этих был гораздо больше до этого, до 2022 года. Вот такие были новости Турции. Спасибо за ваше внимание. В инфобоксе под видео я оставляю ссылку на телеграм-канал новостей о Турции. Подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки и пишите комментарии. Пожалуйста, распространяйте видео в соцсетях, давайте ссылки своему знакомому, отправляйте его в WhatsApp, например. Это очень поможет продвижению канала и выпускам новым на канале о новостях. Спасибо, что смотрите. Всем пока!